Здравствуйте, это колонка главного редактора студии Дмитрий Нечаев. Я всю неделю, готовясь к этому выпуску, старался из огромного потока очень интересной, важной и даже судьбоносной информации выбрать самое значимое, точное, актуальное, чтобы донести в сжатом виде основную суть в рамках вот этого эфира. Но, к сожалению, я могу здесь охватить не все, но давайте о главном. 27 октября Владимир Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Президент оценил итоги последних месяцев, рассказал о политике Запада, а также о перспективах будущего мира. Накануне его пресс-секретарь Песков так охарактеризовал заседание. Будет достаточно объемное выступление президента, которое наверняка потом много дней предстоит анализировать, изучать и перечитывать. Вот этим многие и занялись, потому что Владимир Путин, безусловно, является наиболее опытным и влиятельным политиком мира. Пожалуй, главный посыл для нас в том, что в ближайшие десятилетия будет годами борьбы и переустройства мирового порядка. Это было совершенно неизбежно, но вселяет надежду то, что, по сути, во главе этого глобального процесса встала наша страна. Сегодня многие цитируют Жириновского, Вангу, по сути, во многом предсказавшим происходящее. Но надо заметить, что и задолго до них величайшие мыслители и истинные, я бы сказал, экзистенциальные патриоты России предсказали это. Еще во второй половине XIX века русский гений Достоевский предрекал, всему миру готовится великое обновление через русскую мысль, и это совершится в какое-нибудь столетие. Вот моя страстная вера. Но чтобы это великое дело совершилось, надо, чтобы политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно. И вот вершится на наших с вами глазах и нами с вами. Ну ладно, давайте о том, что случилось за минувшие семь дней. Были, конечно, новости о продолжающейся частичной мобилизации. Мы в новостях подробно рассказываем, как она идет в нашем регионе, как бизнес и простые люди помогают собирать все самое необходимое фронту. Немало было новостей о ситуации в зоне спецоперации, о сложном положении на южном направлении, где в целом пока обстановка контролируется, а мелкие атаки врага успешно отбиваются нашей армией. Но с обеих сторон идет подготовка к большой битве. Много говорилось о готовящейся на Украине ядерной провокации, в связи с чем в среду под руководством президента наши силы стратегического сдерживания на учениях наглядно отработали ответ на ядерную атаку против России. Ну, конечно, многие также обсуждают продолжающееся бегство элитки из страны. Но это тот случай, когда вообще не жалко убыли такого населения. Собчак, сбежавшая на медни с паспортом гражданки Израиля из России в Литву, это одна из тех публичных персон, которые жили в России и очень неплохо жили. Зашибали здесь большие бабки, купались в славе и даже любви определенной части публики. Но при этом они называли нашу страну, как мы помним, Рашкой, а ее жителей – поросятами. Нет, конечно, сложные отношения с властями были и у того же Достоевского, оказавшегося в Остроге, и у революционера Радищева, приговоренного к смертной казни, у Бунина, выдавленного в пожизненную миграцию, и у расстрелянного Гумилева. Но, знаете, вот их радикальное отличие от нынешней текающей элитки в том, что они порой больше собственной жизни любили родину, жаждали ее возрождения, готовы были идти и шли на смерть за свои убеждения. Они стебались над Россией, высасывая из нее соки и подыгрывая ее недругам. Они никогда презрительно не назвали бы родину Рашкой. Ну, что еще мы активно обсуждали на этой неделе? Ну, конечно же, всех интересует, сколько еще будет длиться боевые действия. И тут тоже понятно, что нужно усиливать нашу группировку, дооснащать вооружением и наносить уже полновесный удар, как говорится, на убой. Подготовка к этому непрерывно и активно идет. Все это крайне важно, ведь мы видим противостояние планетарного масштаба, маски сброшены. Недавно генсек НАТО Столтенберг теперь уже публично признался, что победа России в конфликте на Украине станет поражением для Альянса. Хочется, чтобы вот это услышали те, кто все еще считает, что какие-то патриотичные украинцы в перемешку с западными наемниками якобы воюют за независимость Востока Украины, который давно их уже проклял и 8 лет бьется за свое право жить в этом мире, в котором они хотят. И это точно. Я уже говорил, что был недавно в Запорожье, в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе. Я много ездил там по селам, лично общался с самыми разными людьми. И могу сказать, что несмотря на мощнейшую пропаганду, устроенную на западные деньги, на вот такие вот книжки, которыми буквально забивали там библиотеки, в которых все перевернуто с ног на голову, людей на Микини там не провели. И они в абсолютном большинстве сумели отделить зерна от плевел. Они наши. Они часть России. Это там совершенно очевидно. И скоро мы покажем вам эксклюзивный документальный фильм, подготовленный коллегами из Запорожья, который на многое проливает свет. Возрастное ограничение 16+. Ну а недавно президент нашей страны не в первый раз сказал об особенно заметно закачавшейся в последнее время западной системе и выразил уверенность, что слом этой гегемонии необратим. Как прежде уже не будет, заявил Путин. И крупнейшие американские политики косвенно это подтверждают. Иначе с чего бы этот госсекретарь США Блинкен на днях заполошно начал всех убеждать, что мир, где не может существовать без американского лидерства. Раньше-то это была всем навязанная и принятая всеми догма, а нынче уже нет. Он сказал, что с их точки зрения, происходящее ныне в мировой политике, соревнования за форму того, что будет после следующего за холодной войной периода, чьи ценности будут отражены. «У нас простой выбор», — сказал Энтони. «Мир сам себя не организует». О как. Хотя, ну да, у них же САТО, а все остальные джунгли. Для США, продолжил госсекретарь, выбор такой. «Если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух. Ее занимает кто-то другой, и не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями, а то и вовсе никто не занимает. Тогда получится вакуум, который может заполнить плохие вещи, прежде чем заполнить хорошие вещи», — заявил он. Ну а какие из их точки зрения бывают хорошие вещи, например, в гендерных вопросах, мы все с вами знаем. От всего высказанного главой американской дипломатии так и веет высокомерием, самоуверенностью, менторством и одновременно ветхостью, неубедительностью этих когда-то, казалось бы, незыблемых постулатов. В них сегодня верят все меньше государств, политиков и простых людей. Мир начинает прозревать и осознавать, что король-то голый. В разных странах потихоньку начинают вспоминать, что вообще-то этот самый мир как-то себя организовывал до появления Соединенных Штатов, и человечество, безусловно, справится с этой задачей и после низвержения гегемона, а многие так и вовсе выдохнут с облегчением, избавившись от гнета. Ведь десятилетиями доминирования Америки на земном шаре не принесли другим его обитателям ни мира, вспомним войны в Югославии, Ираке, Ливии, Афганистане, Йемене, а до этого вторжение во Вьетнам, на Кубу, в Лаос и так далее, не процветание, мировые финансовые кризисы, нарастающие проблемы с фондовым рынком США, энергетический кризис и приближающаяся глобальная рецессия, а как они хотели. Невозможно бесконечно печатать зеленые фантики, дурачить и покупать за них весь мир. Утопичной представляется и идея о наличии какого-либо одного лидера в меняющемся на наших глазах мировом порядке. Да и поддержание такого статуса требует колоссальных затрат ресурсов, а их все больше не хватает. Об этом тоже сказал Путин на Валдайском форуме. Он отметил, что неолиберальная модель мира по-американски переживает не системный, а даже доктринальный кризис и пояснил, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения своего доминирования, сказал он. Тогда как основой мировой цивилизации являются традиционные общества с их традиционными ценностями, которые, в отличие от неолиберальных, в каждой стране неповторимы. Запад имеет право, конечно, на десятки гендеров и гей-парады, но он не должен навязывать это другим, сказал Путин. В этом-то и вся соль. И тут снова хочется вернуться к выступлению Блинкена, его тезису об экспорте ценностей. Плохие вещи, о которых говорит госсекретарь США, набирали силу во многом из-за попыток Вашингтона навязать свои представления о хорошем и плохом тем народам, которые этого не приемлют. Яркий пример тому арабская весна. Революции, делавшиеся пылкими родителями за демократию, которые зазывали единомышленников на площадь Тахрир через американские соцсети, привели к власти их полных антиподов. Вот взять, к примеру, Египет, где после ухода Хосни Мубарака в власти пришли возглавляемые Муханмеда Мурси братья-мусульмане, террористическая организация, запрещенная в России. И потом отбить у них управление страной удалось только военным. Ну или же вспомнить те страны, где американцы активнее всего помогали строить демократию – Сирию, Ирак и Ливию. В первой до сих пор продолжается гражданская война. Во второй идет становление исламского государства, запрещенной в России, одной из самых могучных террористических организаций в истории. Ну а Ливия, она настолько дестабилизирована и ослаблена, что непонятно вообще, останется ли она единой страной. А все это потому, что американский экспорт их пресловутых ценностей на самом деле лишь предлог для продвижения своих утилитарных интересов. Я специально привел эти несколько примеров, чтобы пояснить, к какому именно американскому подходу постепенно приходит конец. Амбициозные региональные державы поднимают голову и не только открыто заявляют о своих интересах, но и находят способы их отстаивать, формируя картину глобального будущего. И тут хочу напомнить интересную свежую историю о 30 конгрессменах от Демпартии, которые 24 октября сначала обратились к Белому Дому с призывом искать любой дипломатический путь к прекращению конфликта на Украине, а потом отозвали свое письмо. Ситуация обеспокоила киевский режим, произошедшее расценили как знак для российского лидера Владимира Путина. В общем, как-то некрасиво получилось. Ну и версия о том, что якобы какая-то сотрудница отправила его по ошибке, ну это, как говорится, смех на палочке. Скорее всего, это был просто фальстарт. Но процесс-то идет. Думается, что после промежуточных выборов в Палату представителей США, которые состоятся 8 ноября, к этому вопросу вернутся уже с куда большими перспективами. А тут еще и Барак Хусейнович Обама неделю назад сказал, что с Украины, дескать, надо завязывать по финансовым соображениям. Короче говоря, через пару недель после победы республиканцев многое может измениться. Как известно, все войны, даже столетние, рано или поздно заканчиваются переговорами и миром. И, как полагает известный публицист, экономический аналитик Михаил Хазин, есть ощущение, что мы с Западом договоримся. Но остаются ключевые вопросы. Когда и на каких условиях? Пока же многие мировые процессы складываются в достаточно позитивном для России варианте. Вот, например, из недавнего. После унизительной для США новости о снижении вопреки их воле добычи нефти странами ОПЕК. Теперь еще и стало известно, что Саудовская Аравия намерена присоединиться к БРИКС. Об аналогичных планах ранее заявляли Аргентина и Иран, давний соперник Риады. Таким образом, объединение превращается в площадку для урегулирования многих региональных проблем и координации в вопросах, имеющих глобальное значение. С другой стороны, в самом НАТО далеко не все благополучно. Помните, как еще до острой фазы украинского кризиса Макрон заявлял о смерти мозга этого альянса? Как известно, один из членов, Турция, ныне находится в шаге от войны с другим членом Грецией. Есть разноклассия и по принятию новых членов. И вот все это убеждает в том, что будущее станет миром площадок, а не миром альянсов. По сути, об этом же в очередной раз сказал Путин на Валдайском форуме. Такой формат удобнее для его участников. Их интересы могут не всегда совпадать, но всегда будут учитываться. А вот наша страна может стать одним из главных архитекторов этого мира. Но для этого нам необходимо победить. В общем, работаем, братья. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин